будем говорить вещи которые мы сначала как-то так с улыбкой до с утра думали а потом улыбаться перестали улыбаться перестали пообщавшись предварительно с теми собеседниками которые у нас дальше будут и так в русской православной церкви на полном серьезе говорят о том что готовы поддержать дискуссию восстановление монархии в россии церковь примет активное участие в диалоге со всеми сторонами это сказал не кто-нибудь а митрополит волоколамский илларион тема актуальна тем более что мы находимся с вами в юбилейном 2017 году ровно сто лет назад у нас закончилась предыдущая монархия как знать фактически закончилась как знать сто лет прошло я цитату позволю себе из митрополита волоколамского иллариона мое личное мнение заключается в том что человек который помазывается на царстве священнослужителями человек который получает не просто мандат от разбирательное правление на какой-то определенный срок но получает санкцию от бога через церковь на свое правление и она является пожизненным до тех пор пока он не передаст власть своему наследнику это конечно та форма правления которая себя в истории положительно зарекомендовал и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления говорит митрополит иларион как шепчутся профессиональные эксперты в современной русской теологии правая рука патриарха кирилла но я не знаю не разбираюсь можно верить можно нет но я маленькую коротенькую справочку добавлю что же есть такое монархии эта форма государственного управления при которой верховная государственная власть частично или полностью принадлежит одному лицу монарху и как правило передается по наследству но это так кратенько а потом мы еще рассмотрим с вами и признаки и виды вот но мы же тут не одни в этой студии сидим мы не одни у нас есть эксперты которые на слова все тесты разобраться она естественно как же здесь в этой ситуации обойтись без санвич проханова известного русского писателя патриота который на свой комментарий дал чуть раньше до эфира и вашему вниманию предлагается его точка зрения по этому поводу так александр проханов что же он думает о том почему вдруг сейчас церковь заговорил о том что и такая дискуссия необходима насколько вообще вероятно что действительно монарх вернется ну и кто бы мог быть александр проханов нашем эфире прямо сейчас потом продолжаем у нас много экспертов друзья голосуйте активно в нашей группе вконтакте и поставлять ваши комментарии и фейсбуке вконтакте тоже ну поехали скажите пожалуйста почему прямо сейчас про это зашла речь есть у вас ответ на этот вопрос мы явно на протяжении 25 лет нахожусь вот в недрах этой дискуссии которая ведется непрерывно патриотических монархических православных кругах я не считаю что это такой экспромт и он никак может быть не связан с путинскими переизбраниями да быть может быть может мне кажется что церковь которая всегда несла по себе монархический проект она сейчас настолько окрепла она набрала такое количество энергии монастырей обители алтарей священнослужителей в силу такие глубокие корни в политику спец структуры подразделения что она решила выступить с этим открыто поэтому я это объясняю вот эту внезапность с одной стороны момент созревания церкви для того чтобы выпустить вот эту вот эту идею за пределы монастырей и церквей в общество публику раз а во вторых мне кажется я думаю что я не ошибаюсь что церковь смотрит на путина с огромным интересом вот в этом контексте что я имею ввиду ведь воссоздание монархии россии требует очень сложных династических условий это не просто пришел и назначил монархии или выбрал его там я изучал вопрос там важно чтобы следующем нашем монархии присутствовали и рюриковичи и романы чтобы это был такой вот синтетический человек в котором сплелись вот эти две великие царские родословные такого человека сейчас в россии нет и казалось бы в этом смысле монархии восстановить невозможно однако вот мои друзья монархисты прибегают к этой вот библейской формуле которая гласит берите царя из народа своего то есть возможно избрание народа своего царя но это тоже требует определенных условий каких этот царь должен быть избранником может быть избранником не по местному собору не общественного согласия не вопрос референдума этот избранник должен быть божественными знамени божественными знаками в этом смысле интересно заявление путина который взял несколько лет тому назад своем федеральном обращение в федеральном собрании я сказал что с возвращением крыма в россию после вернулся сакральный центр русской государственности он имел ввиду херсонес он имел ввиду крещение руси херсонесе и сейчас она как люлька как бель русской святости святой руси и русско-святого государства он опять вернулся и изнутри вот эта лампада опять сияет внутри государства а сам путин который конечно же непосредственный участник поселения крыма непосредственный родитель он находясь в недрах российской государства сегодняшней несет на себе этот орел орел сакральной святости в некотором смысле у него есть козырь получается не козырь в нем смысле помазанник в некотором смысле он помазанник его помазал на эту роль не патриарх не какой-нибудь иерарх а его помазала своя история тем что он перенес эту священную лампаду святой руси он своих руках перенесся обратно в россию и господь ему поручил вот эту таинственную мистическую миссию и в этом смысле в каком-то смысле не прямом конечно он является помазанником и поэтому он имеет в этом смысле конечно вот такую как мне кажется духовную перспективу вернуться в кремль уже в парфире александреич не могу вас не спросить вот о чем очевидно что общество российской сейчас к таким новостям не готова что должно произойти чтобы она стала готова много ли нужно на это времени сил и кто будет заниматься этой работой по подготовке дело в том что российской обществе наше ни к чему не готова наш общество не готов ни к монархии ни к социализму ни к фашизму ни к буддизму не к явлению магомед она ни к чему не готова она является если вы кисти кисель наш общество кисель огромное количество составляющими кисель растворился как блин между трех океанов и вот находится в таком взвешенном состоянии и она изнутри нуждается в том чтобы его кристаллизовать чтобы что новое общество каким-то образом кристаллизовала путин в начале своего своих правлений он подморозил вот этот гельтинский кисель и попытался придать ему форму кристаллическую однако в последние годы этот кристалл опять расплылся он опять стал железо желеобразным опять русское государство из кристалла из твердого тела превратился в жидкость и очень скоро может превратиться в газообразное за счет того и улетучиться поэтому это общество которое ни к чему не готово оно конечно должно под быть подвергнута воздействию какому я не знаю силовому моральному я знаю магическому воздействию и это воздействие она внесет в эту общество структуру и внутренне общество не говорит об этом потому что она разноголосая что она и мое бессмысленно внутренне она желает этого ему куда в этом состоянии ему худо находиться в состоянии каши киселя плазмозия поэтому я думаю что она в каком-то смысле созрел для этого созрела ну и последний момент монархи это передача наследнику да когда монарх уст и устарел да когда он стал стар когда он уже понимаешь на нет сил но в этом смысле владимир путин ну мы же с вами понимаем не самая подходящая персона нету нету наследника а разве вы не знаете что бывали в истории россии царственные императрицы и было по-моему три екатерина первая елизавета петровна анна иановна конечно же она и екатерина великая поэтому если в англии премьер-министр баба чему в россии и может быть императрица женщина так ведь нету ее нету потенциальной императрицы или просто мы не в курсе почему у путин уже есть дети есть дочери а вот в эту сторону вы предлагаете нам посмотреть ну я другой стороны нету если есть речь передать по наследству престола то в данном случае у путина есть наследники но понимаете что это настолько преждевременный разговор это настолько абстрактный разговор это разговор который возможен только между двумя журналистами там да главное что мы с вами начали следим за тем как будут развиваться события спасибо большое александр это был александр параханов его точка зрения относительно того нужна ли монархия когда она будет и кто мог бы быть монархом ну а мы напомним что вы тоже можете принять участие в нашей беседе монархия в двадцать первом веке в россии это реальность голосуйте в наших социальных сетях да это единственная возможная здесь форма управления кстати пока чуть немного голосует нет дважды в одну реку не входит я читал чем это закончилось раньше пожалуйста это второй вариант ответа ну и над этим стоит подумать в мире и сегодня десятки монархов во власти что тоже справедливо весьма кстати сказать голосуйте друзья сейчас мы узнаем как бы проголосовал наш следующий собеседник у нас на связи с удовольствием представляем как всегда без отказа политолог станислав белковский станислав Александрович как вы нас слышите добрый день хорошо здравствуйте прекрасный день правда же светит солнце какой еще можно подобрать фон чтобы поговорить о как там говорят помазанник божий да и там еще есть один термин получают санкцию от бога через церковь короче вот об этом о свете только в такую погоду в санкт-петербурге светит солнце да да нам повезло давно в москве отойдет проливной дождь поскольку москва предчувствует восстановление монархии приведет переносу столицы обратно природа плачет природа плачет у вас но ничего природа самой москвы и душа верьте верьте что у нас хорошо и у вас тоже будет хорошо главное чтобы вот дискуссия началась и мы с вами начинаем и так путешествия лучше в дождь путешествия монархии тоже встречаемся где соответственно как обычно в балагу мы к вам вы к нам монархическая форма географически точно посредине скорее чем логой какой-какой пункт вышний волочок я правильно ставлю чё вышний волочок сейчас надо объезжать быстрее и не так страшно хорошо монархическая форма правления имеет преимущество по сравнению с выборными и положительно зарекомендовала себя говорит митрополит волоколамский иларион вы же у нас изучаете русскую православную церковь как никто другой расскажите нам пожалуйста зачем это сказал митрополит иларион вот буквально два дня назад ну и вообще кто этот человек в иерархии рпц митрополит иларион это де-факто второе лицо рпц ближайший доверенный человек патриарху кирилла по образованию композитор впрочем по моему он не закончил композиторский факультет консерватории по неким причинам но продолжает сочинять музыку и по сей день я сам к сожалению не специалист но ценители музыкального искусства и культуры достаточно высоко оценивают илариона алфеева таково таково мерзкая мерзкая фамилия митрополита но это это не значит он его точки зрения в полной мере соответствует официальной позиции патриарха нередко они расходились частности митрополит иларион убежденный открытый антисталинист и антикоммунист то время как патриарх занимает по этим вопросам гораздо более сдержанную и компромиссную позицию но просто для того чтобы не отпугнуть часть паства которая умудряется совмещать своих сердцах поклонение святы не марк пациент по во многом режиме языческого обряда вере и любовь к сталина коммунистическим временам то есть эта музыкальная партия она может быть не согласована да отвечая на вопрос почему сейчас не сладко коски нам говорит она может прямую не согласован хотя я не думаю что иларион алфеев стал договорить что-то с его точки зрения как человека хорошо знающего патриарха кирилла могло бы босса сильно разознать у нас у нас например человек который старался говорить что-то что вроде бы как соответствовало до протеерей всего чаплин мы помним чем-то закончил нет чаплин как раз нет чаплина астапа не слово перефразирую известное литературное произведение и карьера чаплина завершилась там где должна была завершить иларион алфеев пока гораздо ближе к патриарху и гораздо лучше знает его умонастроение с другой стороны он гораздо больше заботится о своей карьере сейчас считается главным потенциальным преемником кирилла гундяева на патриаршем престоле поэтому рисковать он не станет то есть ответственно прислушались более серьезно это реплика чем бывало в предыдущие года мы обещали но не спросили нам указывают на наше упущение на сголосование идет монархия в россии двадцать первом веке это реальность знак вопроса и три варианта ответа вот как бы ответить да это вот и слушать варианты я сам артист ну то есть этот год является одним из вариантов ответа 1 я сам монархист но конституционный монархист я считаю что сегодня парламентской демократии современной европе оптимально раскрывается именно формате конституционной монархии вот швеции до испании в половине европейских стран которые известном как образцы современных современного парламентаризма и это учить я желаю россия в принципе в россии всегда было два типа монархии один тип монархии исключением была конституционная монархия в отдельные редкие периоды но как правило мы живем в режиме абсолютной монархии в том числе и сегодня поскольку президент фактически совмещает полномочия трех ветвей власти и тем самым де-факто является абсолютным монархом чем монархи это наследуемая его борису ельцину наследовал преемник и владимиру путину наследовал преемнику который правда власть потом забрал обратно поэтому я рассматриваю конституционную монархию как единственную внятную альтернативу монархии абсолютной я считаю что конституционная монархия совмещает с одной стороны парламентаризм и возможность формирования исполнительной власти парламентом так на федеральном так и на региональном уровне красивым ритуалом власти который чрезвычайно важен для русского народа и с сакральным статусом первого лица которая будет таким статусом наделено но в рамках моей концепции этого проекта конституции который готовил почти 10 лет назад конституции конституционно-монархической институции российской монархии не будет монах не будет наделен полномочиями ни одной из этой власти когда вы признали что вы монарх оппозиционер я правильно услышал ольга маркина очень очень обрадовалась потому что это конечно созвучно с ее с ее представлениями о том какой может быть монархи станислав скажите мне как монархист монархисту какие на самом деле плюсы есть монархии для россии вот по пункт но вопрос в том как построить в россии демократии абсолютно монарх системы владимир путин он соблюдает монархический ритуал слагающийся из трех основных пунктов первое эксклюзивность монарха у царя не может быть соперников реальным временем всегда должен быть без альтернативы второе непогрешимость монарха то есть можно критиковать политику партии правительства кадровые иные решения но только не личность первого лица так как будто отпутные не зависят эти кадровые иные решения так ведь обычно устроена критиков вождя и учителя и третье монарх стоит выше закона он не подчиняет себя закону напротив он тебя меняет закон когда ему это нужно или направили даже игнорирует закон когда это соответствует его представлением о политической и государственной целесообразности борис ельцина до него михаил горбачев соблюдали ритуал не вполне именно поэтому рухнули их рейтинги и они считались слабыми правителями путин не отступал никогда от ритуала поэтому его рейтинг не падает и он считается сильным обогастителем россии и преимущество конституционной поэтому нужно создать политическую стенку который с одной стороны у нас не будет авторитарного правителя который решает все с другой стороны само сакральное поклонение первому лицу просто лишенному полномочия останется этим компромиссным вариантом является конституционная монархия как интересно у нас только что был паханов в эфире до вас он даже нам подсказал кто бы мог быть в этой ситуации монархом и даже сказал что бывали в истории примеры когда доставалось скажем так монашеское кресло супруги или детям ну то есть не по мужской нисходящей линии как бы когда нету наследника так скажем и женщины тоже были реставрация монархии в том числе с апелляцией к дому романова поскольку это последний лигер легитимное монархические семейства на российском престоле здесь когда компромисс тоже есть мой кандидат на российский престол это принц харри младший брат принц у вильяма и сын принц чарлзу внук младший внук королевы елизаветы второй но для того чтобы как-то переплести его с нынешней системой власти в россии можно выдать за него замуж екатерину тихонову дочь российского президента вот собственно это и будет первый монархический альянс на русском троне после ухода в истории абсолютного монарха владимира путина совершил и смотрите белковский почти совпал с проханов интересно и прекрасный план там и нужен иностранный монарх потому что он не будет испытывать комплекс неполноценности перед европой с точки зрения национальной технологии последний вопрос нам в комментариях пишет что мы сошли с ума что мы сдурели и так далее и тому подобное бред очевидно общество не готово комментарии мы трактуем так кто мог бы подготовить сколько нужно времени сколько нужно ресурсов бизнес-план построить а большинство всегда перенимает эти идеи образцы которые формулируются активным меньшинством я считал и считаешь например если владимир путин завтра развернет агитацию за легализацию гей-браков уже через пару лет половина россиян будет лояльно настроен гей-браков а монархия все таки это не такой радикальный вариант как гей-браков монархи все таки в нашей душе она как-то из исторические романтические живет достаточно года год-полтора агитации и россияне станут убежденными монархистами какими абсолютно не реконституционным это зависит от того посылок который они получат от власти ныне ну что ж ждем развития событий патриарх наверняка на эту тему должен высказаться да он не должен высказаться потому что я думаю она запустила метрополита лавиона что прощупать почвы а свою собственную позицию сформулировать несколько позднее ждем ну и как только он сформулирует мы знаем кому позвонить спасибо большое и пожать вашу виртуальную руку ну хорошо двигаемся дальше двигаемся дальше ну а пока мы двигаемся я все-таки напомню какие у нас существуют виды монархия то вдруг может быть кто-то подзабыл школьную программу а то о чем говорил снегислав бирковский это очень имело так сказать значение и так два вида у нас есть монархии это абсолютная монархия напомню что она предполагает неограниченную власть монарха при абсолютной монархии возможны и существующие органы власти полностью под отчетную монарху ну понятно ну например в настоящее время это саудовская аравия или там что у нас еще объединенные арабские эмираты второй вид это конституционная монархия там власть ограничена конституции не писаным правом или традициям ну и соответственно в двух формах она существует парламентная и дуалистическая но об этом мы поговорим позже почему потому что у нас есть прекрасный собеседник на связи совершенно верно с нами на связи человек который про монархию знает ну наверное побольше чем мы с тобой точно с удовольствием представляю правильно должны звучит так представитель объединения рода семей романовых в россии или я ошибся иван сергеевич арцишевский поправьте ассоциации членов семей романовых ассоциации членов семей романовых я прошу прощения он сергеевич иван арцишевский у нас на связи конечно же он тоже в курсе этих новостей и первый вопрос у нас очень простой как вы думаете почему сейчас именно сейчас про это зашла речь да здравствуйте но во-первых объединение членов семей романовых это общественная организация которая в швейцарии объединяется членов семей романовых я представляю из россии почему сегодня начали говорить о монархии честно говоря забавно почему потому что особенно когда это касается представителей русской православной церкви потому что еще в семнадцатом году а мы знаем что это кстати скрывается истории историками русской православной церкви но русская православная церковь первая практически еще в марте месяце отвернулась что даже до расстрела царя и отвернулась от монархии этому есть огромное количество исторических фактов например вот 2 марта то есть еще до того как царь отрекся в покое монархии в покоях московского митрополита состоялось заседание схема синода где я скажу например сенот просили установить связь начали оборотиться к людям к верующим чтобы они защитили царя а сенада синод признал необходимость не видно установить связь с временным правительством с формированным комитетом государственной думы в тот же день понимаете да то есть признал временное правительство и таких исторических фактов могу привести десятки документов которые тщательно еще раз повторяю тщательно скрывается историками русской православной церкви очевидно это дискуссия каким-то образом эти документы вынесет наверх вы знаете что я не знаю потому что эти документы они хранятся в архивах они есть но я думаю что найдутся честные историки которые эти документы вынесут наверх понимаете вот действительно вынесут на дискуссию потому что в общем налицо было предательство русской православной церкви я не хочу говорить церкви потому что это все таки церковь это все мы а вот отдельных иерархов до длинных епископов вот сегодня именно не церковь один иерархи отдельные епископы начинает этот разговор вот к чему хочется задуматься что же это все таки значит вот какие у вас версии есть ван сергеевич потому что например писатель сам проханов говорит что силу набрала церковь и поэтому она проверяет как будет общество реагирует политолог станислав белковский даже свою точку зрения метавы вот с моей точки зрения церковь прилетает силу с большим трудом потому что давайте честно скажем да сколько у нас настоящих православных верующих людей которые ходят просто в церковь сказать господи господи помоги мне выкопать яму или выиграть батарею билет это еще не православный человек понимаете да это просто вода как у меня ходят студенты господи господи помоги меня сашевскому ждать за счет завтра да это не православный студент на православное предправославный чек это совершенно другое и вот скольких православных людей давайте честно говорить сколько людей у нас и наших служителей сегодня могут четко и ясно приответить на простой вопрос чем разница между белым духовенством и черным духовенством мы можем это уже радует я не сомневаюсь что вы можете но такое вы все-таки продвинутые товарищи у нас фонтанка да поэтому давайте тогда я просто знаю по студентам знаю по слушателям а например вопрос а филиоку чем разница почему разделилась западная восточная церковь в чем разница между католицизмом и православием да мы не знаем этого понимаете да откуда это жилось почему четвертый век в трубке это разделилась поэтому понимаете говорить о том что мы православные очень тяжело очень сложно и он сергеевич это такая игра и потом вы поймите что чем хороша монархи зачем она монархи нужно вот вот какие плюсы давайте мы попробуем их обозначить знаю каких плюсов у монархи сегодня потому что монархи это неограниченная власть монарха который придется по то и юридически мы не можем власть этого монарха отнять понятно что власть существует конституционная и логистическая там и так далее мы уже говорили об этом я частично слышал поэтому вы все это знаете но давайте мы посмотрим да какие существуют другие монархи это уже в общем-то давайте так устаревающая власть потому что мы знаем прекрасно что тех странах сегодня европейские те есть монархи она абсолютно не она совершенно не абсолютная да она туристическая чаще всего конституционная и не и парламентская и часто бывает ставим забываемся что существует смотрите есть какая вещь да есть монархи теократическая а это когда власть абсолютно не принадлежит главе церкви или религиозному лидеру вот не опять здесь игры какой-то да но не хочу строить гипотезы смотрите с другой стороны сегодня человечество подошло некому на ну большей периоду к кому очень сложному периоду перехода да и мы знаем прекрасно что на сегодняшний день у нас заработано огромное количество теорий и одна из главных теорий это все-таки теория государства где разделены власти да разделение властей закрепляется конституции существует законодательная исполнительная судебная власть которая доставляется совершенно различным людям и органам да эти все власти равны и астономны никакая власть не может пользоваться правами государственной конституции мы в курсе да да и так далее и так далее понять поэтому теория разделения власти в государстве признана обосновать такое устройство государстве а не монархия который включал бы возможность узурпации власти чтобы это не было вообще это после индустриальное общество понимаете да это то есть подождать суммировать пытаться у нас немного времени остается на сергеевич я прошу прощения что вас перебиваю поэтому смотрите да вот николай на поэтому первоначально все это идея была направлена на обоснование границей власти короля в истории человечества да а затем стал использовать теоретически идеологическая база борьбы против всяких форм диктатуры мы сейчас друг зовем назад что это такое значит если звезды светят это кому-то нужно кому это нужно ваш ответ процитирую не ньютона который я очень люблю гипотезе с нонсингл гипотезе не измышляя отлично принято спасибо большое мы говорим ивану арцушевскому а сергеевич как всегда приятно было вас слышать будем надеяться что мы то что нужно да а для этой дискуссии демонстрируем и какую-то ответную реакцию от русской православной церкви которая заявляет о необходимости этой дискуссии тоже получим и посмотрим что же они имели в виду на самом деле так это был иван арцушевский я напомню он сергеевич у нас представляет сейчас буду снова пытаться правильно произнести потому что каждый раз я зависаю вы представитель в россии объединение членов рода романова все правильно сказал спасибо вам сергей всего доброго хорошего спасибо ну что продолжаем следить продолжаем голосовать не это слово хотя есть спорные моменты которые я не вполне поняла еще раз напомню что на данный момент в мире существует абсолютная монархия как минимум две страны ее представляют какие страны объединенные арабские эмираты и саудовская арабия если ничего не путать иван сергеевич про европейское пространство говорил да разве по-моему говорила про мировое пространство ну что друзья мои продолжаем мы обсуждать эту непростую тему и животрепещущий да и прежде чем как выскажется представитель так сказать того что мы ждем и что волнует нас мы напомним что русская православная церковь готова поддержать дискуссию о возвращении монархии в россии об этом высказался митрополит иларион я напомню что мы вам даем возможности просим вас высказаться очень простым образом у нас есть голосование в социальных сетях монархия в россии в двадцать первом веке это реальность первый вариант ответа да это единственная возможная форма правления в россии нет дважды в одну реку не входят я читал чем это закончилось раньше второй вариант ответа ну и над этим стоит подумать в мире и сегодня десятки монархов у власти это третий вариант ответа но очень много комментариев все мы не ответим старайтесь единственно быть максимально все-таки вежливы и корректны ну а сейчас мнение как мне кажется сейчас будет принципиально важный разговор потому что с нами любезно согласился побеседовать про тире георгий метрофанов профессора санкт-петербургской духовной академии добрый день как вы нас слышите смотрите какая история нам предлагают некоторым смысле поучаствовать в этой дискуссии напомню об этом говорит митрополит иларион он говорит что монархия это действительно хорошо если в обществе российском пойдет до дискуссии церковь будет активно в этом участвовать насколько для вас неожидан этот месседж этот посыл как бы вы объяснили его рождение вот неожиданно да в начале июля 2017 года в год столетия известных событий вот как раз вы сами отвечаете на свой вопрос действительно семнадцатом году когда мы вспоминаем стареть и крушение на российской монархии которая большую часть истории нашего государства и определяла его устройство то действительно стоит поразмышлять и об этой форме государственного устройства если же говорить о каких-то возможных перспективах то надо признать что сейчас к сожалению или к счастью православных народов не осталось ни одного из них монархической формы государства и значит говорить о том что возможно восстановление монархии где бы то ни было в каком бы то ни было в стране где пускай судейцы православная церковь довольно сложно учитывая что в греции например монархия была упразднена за референдума население большинство из которого является православным что же касается так вот перспектив приятно к россии достаточно вспомнить то что писал на монархии один из наиболее глубоких русских религиозных мыслителей в этом отношении и ванна санчерин мы увидим что основы для той монархия который писал иван санчерин нас практически отсутствует хотя присутствует немало оснований для так называемых может быть квази монархический форм государственного устройства эти пути и например имели место в период существования коммунистической диктатуры это конечно дьявольская пародия на монархию культ коммунистического вождя надо надеяться что ничего подобного в нашей стране уже более не будет то есть человек с коммунистическим прошлым априори не может да никак претендовать на этот пост на эту не знаю там принцип управления правильно нет но нет я имел ввиду то что и существовало в протяжении 70 лет советского периода что же касается современного положения вещей то ведь надо иметь ввиду следующее государство является продуктом грехопадения если бы не было грехопадения не было бы государства по сути ущербно поэтому примечать в сути нехристианской премьерная именно та форма государства которая может минимизировать издержки греховной природы руководителя греховной природы правителя или правителей созданием какой-то системы раздержек и противовесов разделение властей выборности власти и так далее эти механизмы освоены человеческими многих веков отец георгий расскажите пожалуйста вы понимаете тех кто узнав о том что мы будем об этом говорить они крутят у виска и пишут мягко говоря нелицеприятные комментарии на эту тему вы понимаете поведение и реакцию людей когда они слышат россия монархия 21 век знак вопроса ну я думаю что мотивы очень худе могут быть весьма различные мы можем сказать только одно имею ввиду европейские вот те монархи сейчас сохранились которые вольве смогли начать процесс реформирования себя поэтому государство это нечто живое хотя и несовершенно и оно должно реагировать на изменение времени а вот те монархи которые не желали меняться они вот шли в прошлое больше не существует монархия должна так или иначе реагировать на реальный запрос в общество иначе она будет обречена как говорил кто-то качество выпил последовательный монархист я консерватор но консервировать надо живое а не мертвое отец георгий тогда сразу вопрос а на данный момент по вашему мнению какие на самом деле плюсы есть в монархии для россии ну я не могу говорить о том чего нет чего на мой взгляд не предвидится и что имела место ну сто лет назад важно отметить другое что всем хорошим и дурным чего россия достигла семнадцатого года она была обязана значительной степени той форме государства который называлась монархи для меня монархи например имперского периода россии это не монархи московской руси я всегда дал предпочтение монархи имперского периода хотя и она была не безупречна и в итоге слова предотвратить в россии тот в конец исторический обвал который произошел в семнадцатом году не называя имен видите ли вы потенциального монарха вот допустим действительно процесс запускается здесь и сейчас кто вы понимаете кто мог бы быть монархом в россии двадцать первые мне кажется ни один здравомыслящий политик не стал бы претендовать у нас на статус монарха а почему а что касается квазимонархических форм государства диктаторских у государства то такая опасность всегда существовала и существует россии то есть давайте попробуем подвести итог если монархия в россии действительно начинает строиться то это не то что нужно россии это нечто негативное вы сказали диктаторская правильно у вас там анархия которая существовала в россии допустим улице династии монархии вот такая монархия у нас уже невосстановима так что же касается стрелка вазе монархическом государстве сталинская диктатура то боюсь что тут возможно какие-то рецидивы это было бы нежелательно и хорошо как бы вы предназили в развитии этой дискуссии последний вопрос вот позавчера об этом сказано сегодня мы с вами об этом говорим а что дальше будет или это такая история которая немножко позвучит позвенит люди отвлекутся от реальных проблем и пообсуждают это и на этом все я боюсь что вот то что нам предписано все 2017 году осмыслять смысл 2017 года хотя и оживило некоторые дискуссии маршрута открыла людям интересующим новое интересующие истории россии новой но в принципе на мой взгляд ничего не изменится по существу пройдет 2017 год и россия будет двигаться в каком-то таком направлении которое явно не будет на себя отражать серьезное осмысление событий семнадцатого года ну что ж спасибо большое мы говорим нашему собеседнику протеерей георгий метрофанов профессор санкт-петербургской духовной академии очень приятно что вы снова общаетесь с нами спасибо вам большое спасибо вам всего доброго до свидания до свидания ну что друзья это мнение собственно священника представителя русской православной церкви любопытное мнение как мне кажется да возможно я суммирую сказаны но если будет то не очень хорошо да то есть это некие формы я услышал тоталитарных элементов так так прогнозирует возможную монархию в россии отец георгий метрофанов ну что ж двигаемся дальше а что у нас еще в мире то есть сколько их всего монархи на данный момент по моему счет идет на десятки ну если брать европейскую территорию то в общем то да но монархи есть не только в европе они есть даже в странах океании хотя почему даже как раз наоборот логично в азии на востоке даже в африке есть монархи собственно об этом можно ли почитать смотри мы можем просто перечислить например европейские монархи это конечно же андора это конечно же бельгия ватикан великобритания дания испания лихтенштейн лексенбург монако нидерланды норвегия и швеция вот но что касается теократической до монархии то конечно это только у нас что получается только ватикан да а что касается абсолютной монархии то как мы уже сказали что вроде как на территории европы ее не существует но для того чтобы нам так еще азия у нас есть конечно же 14 монархических государств бутан и рада не камбоджа малайзия непал таиланд япония бахрейн бруней катар кувейт ну как я уже говорю много в день это слово просто друзья у нас продолжается голосование в нашей официальной группе вконтакте мы задаем предельно простой вопрос монархия в россии в двадцать первом веке это реальность да это единственная возможность здесь форма правления нет дважды в одну реку не входит я читал чем это закончилось раньше и третий вариант ответ над этим стоит подумать в мире и сегодня десятки монархов у власти как бы на этот вопрос ответил наш следующий собеседник узнаем прямо сейчас на связи со студии фонтанковс выходит кандидат исторических наук доцент член литарного клуба знатоков что где когда сергей виватенко сергей валентинович как по нас слышите добрый день да слышу хорошо здравствуйте дорогие друзья как бы вы ответили про перспективы монархии в россии в двадцать первом веке слушайте но не знаю с одной стороны это с пальцем выслушенная идея как говорится да потому что она ничем не прикреплена с одной стороны нету движения на это нет у нас партии или какой-то группировки которые бывало а с другой стороны чем наша страна наша система не напоминает монархию практически то же самое если народ культурно и исторически как бы давно же принял скажем так монархизм как идея она может называться по-любому там да империя царство княжества советский союз там или просто все равно у нас невозможно скажем так парламентской парламентской республики если республика будет только президентом да и скажем так с определенным с громадными правами которые принадлежат одному человеку хорошо тогда возникает вопрос почему вдруг эту дискуссию начинает церковь сейчас летом семнадцатого года в год столетия революции хороший вопрос но надо спросить конечно наверное у рпц почему она сейчас начало ну вполне возможно какие-то у нее проблемы внутри церкви она пытается получить какие-то баллы или каких-то новых людей которые как бы были бы скан так получить больше сторонников себе но церковь всегда выступала за сильную власть русская православная это правда она всегда выступал за государство власти поддерживал любую власть даже атеистическую советскую да тогда еще стали не и после поэтому ну возможно решили какой-то сделать и кивок в пользу сегодняшней власти сергей а ответьте нам как историка вот на самом деле какие плюсы есть монархии для россии но во всяком случае ненужная рация в четыре года проводить пара президентские выборы тратиться на эти деньги а это раз во вторых плюс известен монарх и наследник до конца да есть у меня теперь сынок я буду с ними очень строг вот значит скажем так не надо воровать людям которые приходят на четыре года большом количестве я не говорю про сегодняшнюю власть я говорю вообще человек знает что знает что ему принадлежит этот достаточно спокоен и во всяком случае он знает свое предназначение так скажите пожалуйста современная история но за последние лет сто сто пятьдесят имеет примеры когда монархии не было в государстве может быть и государства не было потом монархия рождалась обычно мы знаем что она как-то уходит постепенно отдает полномочия с происходит революции а обратный процесс есть примеры ну смотрите вот испания до революция 1931 года испанская республика помните ну пасаран и прочее потом диктатор франко значит альфонс 13-ый был предел испанским крым с 1931 года а его внук уан карлс появился у власти семи шестом то есть было различие другой стороны было правильно сделано потому что стране было столько различных и скажем так внутренних катаклизмов что нужен был человек который все это успокоил он это успокоил да сделал монархию символом испании сейчас и нету мало кто выступает за республику в испании например это говорю в принципе этот переход может быть да почему наши среднеазиатские республики из феодализма вскочили же социализм а потом снова феодализм ну в принципе это тоже самое если посмотреть кто там руководит а то что происходит сейчас белоруссии например да сын коля а вот лукашенко да который там уже четырех лет принимает парады тогда возникает последний вопрос а нужно ли вообще называть это тем термином который уже когда-то был зачем зачем это нужно ну придумайте новый термин ради бога какая термин как раз все равно какие главная сущность какая что это такое да действительно при товарищи стали не да у нас была республика у нас конституции конституции что его года самое демократическое в мире только столько разных плюсов давалось давно это все не выполнял а вот да у нас был единственный любимый генералиссимус отец тех тех или там скажем так как в корейской роде в российской республике да уже внучок по коммунистическому направлению руководить да это как бы еще раз как люди хотят люди привыкли то что руководить один человек каких-то странах как среди каких-то народов каких-то религиях это бывает часто да там это наверно возрождение возможно сергей скажите а вы-то монархист я монархист так я и знала но при этом вы достаточно критически как настроены ну и слава богу я конечно понимаю да я просто историк я знаю много я знаю что наверное для нашей страны более выгодна монархическая идея слушайте давайте на вас проверим вот одну необычную историю которую нас в эфире озвучил один политолог он зовут станислав белковский он сказал что монарха мог бы быть на его взгляд принц гарри он смотрит туманный альбин а принц гарри нашей монархии да да он считает что он вполне мог бы претендовать на эту роль но для этого конечно нужно было вступить в брак сами понимаете с кем слушайте но на самом деле он должен быть вы православным в первую очередь до принятия скажем так наши законы наши нравы и прочее еще раз иностранный человек на нашем троне это нормально екатерина 2 была чистая немка ничего не было русская но она была одна из самых русских самых лучших русских монарх согласимся опять-таки европа будет уважать ну как шанс как способ преодолеть те разногласия которые есть сейчас почему нет никита вот и европа сейчас его не очень еще раз да я вот единственно могу сказать кого я не хочу видеть монархом все там сразу напряглись да да чуть-чуть я не хочу видеть монархом представителей кирилловичей да которые сейчас являются последними романов и не мордастого наследника не маму ее марию леониду всех этих и испанских да чуть-чуть аккуратнее давайте будем вдруг они нас слышат обидеться могут да может они и слышат да притом извините да вот чему мы точно не росли да не может русским царем быть человек по фамилии фонга генцолер по папе да но просто сейчас вот этих я точно не приемлю другие давайте смотреть да но мы вас услышали спасибо вам огромное исчерпывающего нам рассказали что было и даже что будет да и как там как там как там что было что будет как что-то ляжет и но я не помню бог с ним сергей виватенко у нас был на связи на кандидат исторических наук до оценки член элитарного клуба знатоков что где когда уже отключил сергей валентинович двигаемся дальше сейчас нас будет человек который если я ничего не путаю был практически свидетелем рождения этой цитаты так нас ну да вот а пока ты дозваниваешься я расскажу про африку ну вот например в африке насчитывается тоже три монархические государства напомню это лисота марокко и свадили ну еще одна монархия существует в океане это тонго ну а самой древней в мире из ныне существующих является японская монархия которая была установлена в 660 году до нашей эры ну а если мы берем европу то наверное это датская ведущая свой отчет с 1899 года и так напоминаем в азии 14 монархий в европе 12 монархий в африке 3 и в океане 1 но словом у нас есть варианты то есть 30 стран как-то используют это и вполне даже таки успешно если мы еще раз перечислим но единственно помню что собственно говоря формы правления теократической только по-примски у нас наделен а у нас на связи а у нас на связи человек который знает как родилась та самая цитата которую мы так старательно и долго обсуждаем так с удовольствием представляем лидер монархической партии россии в прошлом депутат госдумы антон баков антон алексеевич как вы нас слышите добрый день добрый день великолепно действительно церковь задумалась над тем что нужна дискуссия о возвращении монархии или или вдруг кто-то кого-то не понял впрочем это было в эфире федерального телеканала расскажите как это произошло но вообще-то говоря церковь живет согласно библию евангелию в том числе и в общем очень семистично устроена в глазах христианства вот наша жизнь есть царство небесное есть царство земное и конечно если господь небесный на небесах нами правит то вот земным царем у нас последние 100 лет большие проблемы нас это в россии давайте я повторю свой вопрос посмотрите вопрос у меня был предельно простой потому что когда я перед эфиром вам позвонил вы мне сказали что именно вы эту мысль митрополиту илариону так или иначе подарили или я вас не правильно спаси меня бог просто он мне это лично сказал а так то в целом почему я это его убеждение и в общем это убеждение всей церкви церкви всегда стоял на монархических позициях другое дело что позиции церкви и позиции государства у нас не всегда совпадают в стране скажите нам пожалуйста всегда стоял стоял и стоял и стоял но вдруг в июле 2017 года вслух сказал почему ну наверное в том числе в честь вот этого позорного юбилея нашего столетия республиканской формы правления якобы все это республиканской понимаете то есть исключительно с юбилеем в это связывать но там же сказано церковь поддержит дискуссию если она возникнет то есть она готова но мысль каким-то образом обсуждать чтобы что чтобы юбилей отметить или чтобы монарха вернуть послушайте митрополит это все равно что губернатор или министр поэтому мы же просто тем же слова не можем сказать я даже вот как бывший депутат госдумы то ведь и вата выражаясь и вместо того чтобы сказать прямо что церковь выступает за возрождение монархии в россии вот выстраиваются такие достаточно сложные словесные конструкции но я все равно благодарен светителю и лавиона что-то из вас сказал отлично давайте тогда рассмотрим на деле эту конструкцию какие на самом деле плюсы есть монархии для россии а понимаете в том что как бы другой формы правления все равно не существует ведь то что вот мы с вами называем представительная демократия это в общем как бы вот такая ложная система она как бы от лукавого потому что она очень лукавая то есть когда собираются немолодые бедные бабушки пожилые женщины и выбирают молодых красивых богатых мужчин своими представителями депутатами губернаторами президентами ну какая же демократия это же в общем лукавство и то что в данном случае церковь она против лукавства но и положено в общем церкви стоять на стороне господа против лукавого то есть вы хотите сказать что на данный момент церковь против существующего ныне формы правления существующих но то что существующая в россии форма правления находится в конфликте с христианством но это вообще-то общеизвестный факт извините меня либералы и христиане резали друг друга и воевали друг с другом столетиями гражданских войнах не только в россии но в тоже испании латинской америке во многих других местах то есть получается что дискуссия о возвращении монархии в россию это что это уход от этой острой история которую только что сказали или это провокация этой острой истории с непредсказуемым совершенно последствия кому это нужно и зачем я бы вам сказал что это а продолжение этой истории б только один из элементов а то что борьба между христианством и терроризмом она не прекращается и ведется по всему мира и от этого нас не могут отвлечь даже граждане которые там взрываются в поясах своих и представляют другую регию идеологический конфликт между либерализмом и христианством никто не отменял так и не понял в чем выгода допустим состоялась монархия что угроза терроризма исчезнет ну вы знаете во первых исчезнет вот это лукавство то есть не надо будет заигрывать перед избирателем когда извините политику государства ну как бы фактически ну государство подстраивается под уровень самых неразвитых сэкономим на выборах опять же вот именно так даже и сами затраты на выборы страшно а страшно то что любые путь и на они вынуждены убеждать общественному мнению общественное мнение это мнение скажем так не самых прогрессивных представителей общества соответственно монархия ищем не из тех кого знаем а из кого-то кто еще не мелькает на виду правильно монархия она гораздо более прогрессивный эффективный способ правления персону подскажите где искать вот мы согласны мы согласны все давайте мы согласны на монархи где нам взять монарх у нас есть наследник престола он проживает в городе кунройт в баварии пожалуйста николай третий он же николай кириллович он же принц мянингенский он племянник известная вам мария владимировна которая отказалась от своих прав на престол за себя и за своего сына георгия то есть вы считаете что россия вот готова принять вот этого человека в качестве монарха что значит россия подождите россию спрашивать не надо нет если мы опять спросим всех пенсионерок то они опять будут вспоминать сталина они будут говорить что как бы чего не вышло а решение понимать будет цену несколько человек наверно в первую очередь владимир путин то моего окружения вот когда они созреют тогда в россии вернется монархи и может быть какие-то процессы идут о чем нам поведал митрополит и орион то есть без владимира путина все равно этот процесс не может произойти хотя бы на стадии обсуждения ну пока он жив да наверно или сейчас очень пока находится у власти как вы можем его виноват не вы же с вами это решение можем принять ну мы это точно не можем вы же сами сказали что кто нас спрашивать будет да то опять ну кто его знает кто его знает завтра и вас вознесет на такие высоты что именно вам упаси что вы что вы да лучше вы к нам лучше вы говорите хорошо последний момент очень многие когда услышали что мы будем об этом говорить стали крутить у виска есть не сказать крепче да комментарии под нашей публикации на эту тему они конечно жгут как принято говорить в интернете что бы вы сказали тем людям которые категорически отрицают саму идею возвращения монархии в россии слушайте но если этих людей называют вполне официально троллями а не ангелами то понятно что они должны высказывать самые бесовские точки зрения получается что кто против тот тролль кто за тот ангел так что нет 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 поскольку все кто в комментариях против это очевидно тролли против и я в общем рад что наша точка зрения не совпадает с их точкой зрения ну впрочем вы знаете что они против всего разумного доброго вечного как бы вы оценили количество сторонников монархии сегодня в российской федерации и что нужно сделать чтобы это число не знаю там увеличилось до необходимого чтобы состоялась чтобы началась новая мама вы знаете что сегодня необходим всего один сторонник монархии один человек например тот же владимир путин чтобы нас монарх не вернулась поэтому в общем увеличиваться до одного человека я думаю что гораздо больше чем один человек сегодня выступает монархию включая митрополита илларион но достаточно одного и имя его вы назвали да ну что ж спасибо большое на мы говорим нашему собеседнику лидер монархической партии россии антон баков прошлом депутат госдумы уралу привет из санкт-петербурга вы сейчас в ексеринбурге большой привет да 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 у нас кажется это пришло чего и вам желаю у нас тоже спасибо не будем забывать что собственно история предыдущей монархии в общем-то на урале закончилась да а началась у вас петербург началась у нас спасибо большое антон баков был у нас на связи ну что друзья по моему получилось да было любопытно самое время подвести итоги нашего голосования мы спрашивали анархия прошу прощения так по фрейду оговорочка монархия в россии в 21 веке это реальность да это единственная возможность здесь форма управления нет дважды в одну реку не входит над этим стоит подумать сейчас я проголосую что у меня голосование стало доступно но уже интересно за что же ты проголосуешь да я попал в большинство в 73 целых две десятых процента наших пользователей говорят что нет дважды в одну реку не входит ну и 11 с половиной десятых процента да это единственная возможная здесь форма правления с грустью резюмирую я вот 15 половиной процентов говорят над этим стоит подумать то есть если мы складываем да и над этим стоит подумать то уже получается 26 процентов и эта аудитория фонтанки сегодня 3 июля 2017 года по-моему эти цифры о многом говорят и чтобы их осмыслить нужен отдельный эфир но мы делать этого сегодня больше не будем спасибо вам большое дорогие друзья что были с нами не забывайте подписываться на наш официальный интернет-канал в youtube от фонтанка офис это оля лет коля